всем привет сегодня мы посмотрим расклад который вы просили ваше путешествие жизненного пути и духовное направление и так три варианта у нас розовый кварц лабрадорит и желтая яшма выбирайте колода грааля две колоды одна основная будет другая вспомогательная если надо будет что-то уточнить итак у нас 9 позиций по вопросам это будет начало вашего пути и тоже как как покажут может быть покажут вообще начала всякое бывает а иногда какую-то конкретную ситуацию ну может быть по подсказке вы в какой подсказке вы нуждаетесь потом встречи на этой плыву на этом пути что нужно оставить вам как бы уже позади так сказать ваше нынешнее положение нынешнюю проблему чем вы идете в будущее и конечно же то что двигает вами ваше стремление что вам надо как бы чем вы идете вперед что вас зовет вперед какие шаги вам стоит предпринимать и конец или путешествие или самой ситуации все но это чтобы не объяснять на каждом варианте поехали так 2 3 единички все есть единички 9 что нужно оставить позади и так вы вначале встречи по пути что вам нужно оставить позади нынешнее положение проблема чем идете в будущее ух ты хорошо завершение какого-то цикла и так пятерка чаш в принципе здесь человек который вышел в путь готов к служению готов нести очень многое в люди но и в принципе готов отрабатывать ну у кого-то карму будет а у кого-то ситуацию как бы это не то что отрабатывать знания а то есть у вас есть некоторое понимание знания вложения и вы чтобы наполнить ну как бы новым свой свою корзинку естественно вам надо ее как бы опустошить вот с таким вопросом вы выдвигаетесь или выдвинулись в путь есть у вас наполнение и эмоциональное тоже но при этом вы идете сами совершенно вот тут как будто бы вы отказываетесь от всего в принципе но это от помощи от взаимодействия это некий один странник один дома один только который двигается в социуме и провозглашает некую истину которую он понимает знает делиться и у вот такое ваше начало этого пути возможно вообще некая ситуация а в коту о которой вы имели представление и вы здесь может быть И начали её воплощать в жизнь только через эмоциональное состояние. Когда вы, возможно, делились своими идеями на таком эмоциональном уровне с окружающими вас людьми или вообще вхождение, где вот как бы некоторое вхождение в семейный союз, к родственникам может быть даже определённое рождение. Здесь, когда человек рождается с определённым набором духовных качеств, уже проработанных когда-то в прошлых жизнях, и он уже приходит вот такой маленький, но знающий. Здесь может быть такая ситуация. Дальше. Тут, в принципе, понятно. Ну что, смотрите, встречи по пути. Тут или у вас очень сильный властный отец, может быть, мужчина, или ещё как бы подтверждается ситуация, что кто, вот руководящий процессом. Тут может быть человек, который вам встречается именно как направляющий, помогающий, направляющий, и даже для девочек может быть опора ваш, к примеру, муж, или довольно интересная такая импозантная мужская личность, которая даёт, именно даёт некую как опору, опереться. Вы можете благодаря ему двигаться дальше или, или вот тут как бы, это, знаете, когда защита за плечами называется, вы можете распространять или внедрять свои желания, или распространять, ну как бы, свои знания. Здесь может быть ещё очень хороший, действительно, наставник, учитель, руководитель, который даёт определение вашему пути и поднятие, как бы, ваших то ли вибраций, то ли, потому что здесь кубки, а здесь уже жезлы пошли, и это как будто бы вот эта чаша с энергией, который, ой, чаша с эмоциональной желания, ваше вот такое, может, может найти вот эту энергию для её воплощения, человек, который вам даёт такую возможность. Тут, смотрите, может быть, когда вы встретили вообще на пути даже вашего, я уже сказала, или мужчина, который очень сильно влиятельный был действительно на вас, или человек, ну, то есть мужчина, который стал вашим мужем, или, может быть, потом, как бы, вот встреча, потом станет, ну, просто такая встреча серьёзная. Что вам, смотрите, что вам надо оставить позади? И здесь старший аркан, аркан, ну, интересно, Иоанн здесь, это некое отшельничество и мудрость. Ну, то есть, смотрите, я не буду говорить, что вам мудрость надо оставить. Нет, здесь, скорее всего, во-первых, если вы действительно были в каком-то затворничестве, в одиночестве, себя не показывали, здесь, скорее всего, пришло время нести ваше знание. Вот пришло время исполнения, или приходит, или вы пришли для этого вообще в мир. Это ваша программа по исполнению, как бы, этой обязанности даже, потому что по программному, программное обеспечение. Надо это всё, чтобы работало. Может быть, именно, что пришло время, потому что оставить позади. А с другой стороны, опять же, перекликается то, что я сказала в самом начале, может быть, это как сброс, знаете, сброс для того, чтобы восполнить или наполнить чем-то новыми какими-то знаниями. Есть, вот, ваше время набора, ваше время набора, так, чего? Сейчас, опять перевернулись, что ли? Опять у меня перевернулись. Время выхода. Выхода, действительно, вот эта единица копий, единица жезлов, это когда вы оставляете что-то в пассиве, пассивное, и начинаете активничать. И начинаете активничать. Оттуда ещё пока тройка мечей, сложности какие-то у вас. Непростая вся эта задача для вас была в жизни. Так, смотрим, что дальше. Хорошо, нынешнее положение. У вас есть ориентиры. Есть ориентиры. У вас есть общество, содружество людей, которые, во-первых, идут в одном направлении с вами. Вы можете делиться своими эмоциями, ощущениями. Это кубки. Это некий союз духовный людей. Ещё с другой стороны тоже вы можете не только делиться, а ещё, ну, как бы, отдавать или указывать, ну, как бы, некое направление движения в развитии. Потому что, скорее всего, время, опять же, пришло, и вы будете выходить на какой-то новый уровень. Или, может быть, вокруг вас люди, которые вы будете собирать в группы. Или, ну, может, вы обучающую школу сделаете. Ну, или ещё как-то так. Очень интересно. Ну, здесь или школу, или предприятие, или, возможно, даже тут и вопросы бизнеса. Я рассказываю более, как бы, по энергиям. А вы смотрите, куда разворачивается эта энергия. Куда разворачивается повествование. Так, посмотрим, что же за проблема в центре лежит. А проблема в центре лежит король мечей. Тут, может быть, сильный властный человек, который или за, или против. Потому что, может быть, и некоторые процессы за, когда эти процессы за стоят у вас, как бы, в проблеме. Потому что проблема король мечей. Вот тут надо понимать. Может быть, действительно, человек какой-то влиятельный, при власти, который, ну, как бы, вам надо, как это, прохельнесть. Чтобы этот человек был расположен в вашем направлении. Может быть, его действие, его подпись. Или ещё как-то так тоже, может быть, в проблеме у вас. Тут вот задокументированное что-то, знаете. Может быть, вообще, проблема, если у вас оставить, тут вообще, может быть, вопрос, смотрите, по-простому, прошлых отношений даже. Отношения бывают не только любовные. Вот где-то так. В проблеме король мечей. Бывший, прошлый. Сильный властный, закрытый. Вообще, давайте уточним всё-таки, что с ним это фигурная карта. Потому что если встреча на пути, тогда хотя бы понятно. Ну, может быть, тут неразрешённая проблема с вашим каким-то человеком. Дома сосудов. Здесь идёт это благословение и Соломон. Слушайте, тут проблема, скорее всего, уже точная, точный отсыл к тому, что это ваш бывший прошлый. Как-то так. Здесь мужчина, который или засел в вашей голове, или оставить тут что-то такое, как бы, одиночество какое-то. Это проблема сидящий в вашей голове. Мудрое решение переворачивается. Колесо фортуны переворачивается. Тут как-то ситуация с этим мужчиной никуда не сдвигается. Как-то всё, всё то, что должно быть по судьбе, ну, тут переворачивается всё вверх тормашками почему-то. Как будто бы вы или не в том направлении идёте, или вы просто потерялись. И вам надо реальная подсказка, даже некое излечение. Здесь потерявшийся в лесу, в лесу собственной информации, и не только собственных размышлений, а также энергии. Здесь царица Савская, аркан императрицы, тоже переворачивается. Тут у вас в проблеме. Тут у вас в проблеме, смотрите, человек. Если это ваш бывший, вам пора избавиться, скорее всего, от таких воспоминаний, не тянуть за собой шлейф и отправляться в новый путь. Может быть ещё некая ситуация, не состоявшаяся, и вы вообще не... Вот может быть просто ситуация. На вашем пути был мужчина, довольно-таки, опять же, интересная личность. Здесь была ситуация такого зажжённого факела, можно сказать. То есть были перспективы. Вы вышли, как бы, и... Здесь ситуация, опять же, по началу пути, потому что человек, имея эмоцию, имея ощущение, он выходит всё равно в неком одиночестве, чтобы найти связь, чтобы найти исполнение, чтобы прийти к какой-то цели, испытать себя, доказать себе, узнать правду. Вот как-то так. А тут выходит, король жезла, в принципе, выходит на короля мечей, в проблему. И тут некое прошлое по одиночеству выходит. Это аркан отшельника. Смотрите, если в этом направлении, когда вы шли в этом поиске, как бы, в одиночестве, может быть, ситуацию... Вы набрали тут некого опыта, некого опыта, и ситуацию просто, скорее всего, вам скажут отпустить по этим картам. Тут что-то не, ну, как бы, не находится. Вы ищите, ищите, если это конкретный человек, он почему-то тут в неком отказе, в неком отказе. Может, он в неком отказе от... Понимаете, ваши вот эти параллели, они вот именно в этом пространстве не будут пересекаться. Если другая геометрия, всё возможно. Это нет. И он мог... Вы начали идти в вашем поиске, вы начали по одному развитию, а человек, возможно, пошёл по совершенно другой дорожке. Тут какая-то такая... Тут какая-то несовместимость. И этот человек, эти поиски у вас выходят в некой проблеме. Ой, боже ж ты мой. Ваше будущее, что вам нужно взять в будущее? Какое направление? Лодочку вашу. Ваше основание в океане ваших бурных вот эмоций. Лодочку, паруса, направление. То есть, смотрите, здесь оставьте то или того, или что вы конкретно, кого вы конкретно искали, или к кому вы двигались. Ну, мало ли что. Вам надо общую, общая направленность, общую цель. К примеру, вы шли к своей какой-то, я не знаю, ну, это будет грубо, идеальной любви. Ну, пусть будет. Ну, как-то так. Какие это у вас цели? Вот идите далее к этим целям. Не заостряйте внимание на конкретно взять там индивидууме. Как-то так. Ваша лодочка, ваше направление, оно здесь опирается на... У него есть основание, это ваше направление, эти ваши цели. Тут, может быть, вы не цели поменяете вообще. Тут, тут перспектива есть. Вы идете в эти перспективы. Вы тут должны сбросить груз некой ответственности. Третья карта, это уже как бы мастер камней. Это король жезлов, король мечей, а здесь король пентаклей. Тут что-то завязано на мужской энергии. И вы просто должны оставить... Ну, как, оставить своё... Очистить своё сознание, дабы открыть новые перспективы видения. Как-то так. Так, что у нас дальше? Что вас зовёт вперёд? А тут есть какая-то энергия, которая вам подаёт знаки или к вам какие-то посылы, как прилетают. Может быть, желание, а может быть и информационные. Что вас зовёт вперёд? Слушайте, чтобы здесь не было каких-то, знаете, если пламенные, то прохождение каких-то уроков или прохождение с ложным, или ещё как-то. Ну, к примеру, потому что у меня направленность такая канала. Кто зашёл у меня впервые? Может быть, уход от кармического, дабы... Или превращение, опять превращение на новый уровень, это всё выходит, вот так, понимание. Может быть, отказ от того, что вы переживаете, ну, как бы, привязка к некому одиночеству, что вы переживаете об одиночестве, знаете, что вы останетесь одни или ещё как-то так. Тут какая-то такая ситуация. Вот от этого вам надо совершенно, как бы, отказаться, опираясь на ваш стержень понимания. Вот как-то так. Что вас зовёт вперёд? Движение, познание истины, Магдалина, жрица, знания, духовные знания, кровь, истинная кровь вас зовёт. Истина, истина, истина. Открытие истины вас всё-таки зовёт вперёд. Вот так. И как сделать следующий шаг? Открыть душу, Грааль. Опираясь на истинную, на истинный Грааль. Опираясь на свои, не то что ощущения, открытие души. У вас в душе, в сердечной чакре, должно щекотать, назовём это так, некие вибрации. Вот научитесь распознавать вот эти ощущения холода, тепла, нежности, тяжести, боли, влечения. Ну, как бы это некая первичная будет, ну, реакция. Первичная, вторичная или наоборот, как бы это не бояться жить с открытым сердцем. Это не бояться войти вообще в любую предложенную открытую вам дверь. Потому что вы должны знать, что ваша душа никогда вас, тем более ваше высшее, никогда вас не заведёт в те дебри, из которых вам не даст руки или не выведет. Если вы попали в некое ощущение, в некие ситуации, ну, не совсем как бы приятные, значит, оно для чего-то было дано вам, и может именно это распознавание, познание или ещё как-то. Действительно, выход нового, совершенно нового. Не бояться с открытой душой прорастать, можно сказать, через невзгоды и болота, вот как чистый лотос открывается. Не бояться открыться. Просто не бояться быть открытым. Ваши следующие шаги. И это ваш новый путь. Это ваш новый путь, о чём я и сказала. Смотрите, это выход действительно на новую дорогу. Вот ваш Грааль, в принципе, он парит уже в воздухе. Есть какая-то прерва. Сейчас, как это? Урвищ? Урвища. Сейчас, как по-русски. Разлом какой-то, который стоит на препятствиях вашего путешествия. Но помните, меч истины всегда с вами. И этот меч указывает вам дорогу, куда надо. Вот укажут вам дорогу. Держитесь всегда, вот, знаете, нос по ветру. Держите всё, как бы, своё знание заточенным. И оно вас выведет, оно вас выведет к вашей, именно к вашей, не то что чаше, потому что ваша чаша, она и, ну, как бы, есть обладание в вас, а как бы к некой истин непонимания, если это для кого-то, да, это встреча. Если это для кого-то встреча двух людей, то именно встреча двух людей. И у вас, именно на этом пути, именно на вот этом пути вы встречаете этого человека. Естественно, который вам в помощь. Вот. Жизненная ваша помощь. Не бояться, что вы остаётесь при каком-то одиночестве. Дно колоды у нас здесь уже завершальное шествие. Это человек, который прошёл, получил благословение и прошёл все испытания, получил благословение, вошёл в храм, ну, и, как бы, с ним все сопровождающие его и поддерживающие как наставники, проводники, духи, ну, кто у кого и кто у кого, ангелы. Так, всё, поехали дальше. Второй. Сейчас перенастроюсь. Что нам покажут по второму варианту ваши путешествия? Опять объяснила с самого начала. Может быть, жизненное вообще, духовное превращение, в зависимости, что сочтут нужным показать. Поэтому всегда советую, смотрите от начала до конца. Просто обратите внимание, если вы делаете выбор или что-то вам резонирует, ну, как бы, камушек, цифра. Просто по ходу обращайте, что это ваш выбор. И смотрите себе спокойненько. Остальные могут быть в дополнение. Вы можете найти подсказку там, даже где не рассчитывали. Как показывает практика моих каналов. Так. Всё. Лабра дарит. Может быть, ситуация, может быть, вообще, ваш жизненный выход в воплощение. Так, всё, поехали. Начало вашего пути. Встреча по пути. Что нужно ставить уже, как бы, позади, в прошлом. Ну, что нынешнее положение, нынешняя проблема. Что вам надо взять в будущее? Что вас зовёт вперёд? Как сделать следующий шаг? Конец путешествия. Ух ты! А здесь единичка, причём камней. Ого! Интересно. Сейчас посмотрим. Ну, что, вы искатель правды, искатель истины, искатель душевного открытия своей пары, возможно. А может быть, вообще, как бы, установление, ну, как бы, жизнеполагающих устоев планетарного уровня или как-то так. Может быть, у вас очень большая задача. А может быть, вопрос совершенно прямого ответа на, когда вы пошли искать правду в какой-то ситуации, которая вас тревожила. Вопрос в том, что у вас есть помощники, у вас есть некая истина, у вас есть меч, который прокладывает вам пючка, у вас есть помощники, которые вас вытаскивают в случае чего. Проводники, конечно же, тоже. И у вас постоянно звезда какая-то, может быть, по имени Солнце, какая светит-светит, ну, как бы, вы тянетесь к ней, вот, идёте. Может быть, ну, как и звезда, так и, к примеру, чувствование некой энергии, которой вы приближаетесь, может быть, ну, которая вас зовёт. Вот не зря сказала, дама сосудов у нас, дно колоды. Здесь это Богородица, которая благословляет именно, ну, как бы, на любовь. Вот здесь любовный аспект. Боже ж ты мой, ну что, не сладко вам. Или пришлось, или придётся, ну, в зависимости от того, встречи по пути. И главное, что у вас действительно всегда есть поддержка. Всегда есть, была и будет. Потому что даже когда вы изранены, когда вы побиты, когда вы участвовали во множестве каких-то битв за справедливость, ваш вот этот меч, ну, знаете, очень много претерпел разных разностей. И тут ситуация, в которой показывают, у вас вынужденная, может быть, остановка для переосмысления, но при этом вы не должны огорчаться ни в коем случае в эти процессы или в эти моменты вы можете вообще отключаться, к примеру, от мира внешнего, уходить в себя, уходить в отшельничество, уходить, ну, или лежать просто тупо на постели и смотреть в потолок, если вам это нравится, даже книг не читать. А можете читать книги, смотреть что-то, просвещать, думать. Ну, как-то так. При этом, при этом у вас есть помощники, которые вам помогут, в принципе, ну, так или иначе, ваше оружие, ваш ментал, ну, это как структурировать, к примеру, приведут ваши мысли в порядок, если это ваши помощники, ну, с высшего уровня, скажем, с небесного уровня. А если физика, то, в принципе, в принципе, смотрите, вы тут такой путешественник, по большому счёту борец за правду как бы, как бы, как бы, третий раз, или какой я говорю, один, но при этом у вас всегда на дороге, по дороге есть или будут встречаться единомышленники, когда на определённой ступеньке или на определённой, вот, в каких-то пространствах, ну, то есть, вы можете, будут помогать, причём действительно будут помогать. Вот тут, чтобы вы угодили в какую-то, ну, как бы, не то, что плохую яму, здесь сложные, сложные процессы, ещё раз говорю, но помощь к вам всегда подоспеет. Можете оглянуться вообще назад, если у вас закралось, если у вас как-то мысль такая зашла, как бы, да не, посмотрите, как вы выруливали, даже когда вам казалось, что вы один дома один, и совершенно как, как вы выруливали из создавшихся положений. Явно кто-то вас за шкирочку и вытаскивал всё-таки, знаете, будьте внимательны, потому что карта говорит о помощи. Вот, поехали дальше. Ух ты ж! Ну, слушайте, что вам нужно оставить позади? Это некое шествие ваше, знаете, это карта трансформации. В принципе, в принципе, я бы говорила, что здесь вопрос, здесь вопрос может даже касаться, когда человек конкретно меняет мировоззрение, религию. Может, кто-то из конфессии в конфессию перепрыгивает. Может, кто-то просто уходит от религиозности, входит в более широкомасштабные знания. Ну, то есть, здесь определённая дань почтения жизни, обстоятельствам и выход совершенно на новый уровень. Так, ваше нынешнее состояние, слушайте, ну, определённо вы должны быть на этом... Вопрос как-то пересекается... У вас или затишье, или некий отдых. Ну, вот даже когда вы, к примеру, работаете, всё равно в ваших пространствах более-менее, более-менее спокойно. Даже если вы в бурене сейчас, даже если вы находитесь в каком-то состоянии, где всё клокочет, вы должны отметить, если это ваш вариант, вы правильно как бы это прочувствовали или выбрали, то вы ограждены, вы защищены. В вашем пространстве, вы как накрыты, в вашем пространстве вас охраняют. И ваше пространство должно быть, ну, как бы, более-менее спокойно. А в других случаях вы, как бы, можете направляться на отдых, действительно. Можете быть на этом отдыхе уже куда-то, в путешествии, как бы, выехать, к примеру. Можете найти себе, ну, как бы, отдалённые... Или уехали на некие... Ну, знаете, это как отдалённая местность какая-то, которую вы себе присмотрели, дабы вас никто, в принципе, не тревожил. Может, у вас такие процессы сейчас происходят, вот это всё, как бы, совместимо. И вы уже это, как бы, отодвигаете, оставляете, переосмысливаете. И вот это всё на природе можете быть, около воды можете быть, можете... Это может быть не обязательно, как бы, вот, сиюминутно и в этот конкретный день. Хотя, да, это может быть уже какое-то время до и после. То есть вы уже можете жить какое-то время, к примеру, на том же каком-то острове. Уехали, взяли на какой-то остров, удалились. Вот. Или отстранены совершенно от людей. И, возможно, ещё от общества. Может быть, когда вас, ваши же помощники, дабы вы прошли, вот это сбросили некий груз, перезапустить, сбросили на стройки и вообще вас перезапускают. Вас могли удалить от общества совершенно, к примеру. И вы оказываетесь, как, вот это, знаете, как на острове. Как-то так. Ну, давайте проблемку посмотрим. Ну что, проблемка — это когда идёт некое благословение на именно вот это раскрытие чаши. Вы, возможно, Грааля, чаши любви. Вы, возможно, получаете наполнение или получаете, как бы, информацию или ещё что-то, как складируется. Вот это новое, 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 новое ощущение. У вас может быть распирание в груди. У вас могут быть сердечные боли. Ну, как бы, оно будет так выглядеть. Или не только сердечный, но вот уровень этой четвёртой чакры. Да и, в принципе, не только, но по большинству. И будет такое ощущение, что плохо, тяжело, слишком мутные, может быть, мысли или наоборот, где-то какое-то, знаете, как, это, просвещение, боже, вспышка какая-то, всё ярко, всё чётко. А потом раз, опять, вот такие колебательные все эти движения у вас выходят. Только потому, что, во-первых, саморабота энергии сейчас происходит, по другой причине идёт сброс и наполнение. А здесь есть наполнение, потому что оно выходит в проблеме. Но проблема может быть, может быть, сейчас уточню, что вас, как бы, накачивают в спешном, как бы, этом движении, быстрее, быстрее, быстрее. Насколько ваше тело, сознание и вообще может, как его, провести и заякорить определённую энергию. Вот так, в вашем теле, в вашей душе, в вашем сознании и тому подобное. Давайте-ка уточним, всё-таки, почему проблемка, и пойдём дальше. Да, потому что эта карта напрямую говорит, когда человек был ранен, ему нашли, эта карта конкретно, ему нашли место пребывания, дабы он отдохнул, излечился и вышел в новый путь. И его мудрость, как бы, София, как это, продолжает, чего слово продолжает? Провожает, ну, как бы, в путь, получил некоторые наставления, и его, как бы, провожают в путь. Ну, как бы, вот, как-то так, машет ему вслед. Вот, так, 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 тут может быть ещё вопрос, действительно, соединение, смотрите, это Шекина, ну, София Шекина, мудрость, это женская энергия, женская энергия, которая даёт наставление, она постоянно держится за, она идёт как, боже ж ты мой, как, сейчас, не наставник, а поддержка, невидимая поддержка, то есть, если это для мужчины, то, скорее всего, это ваша женская энергия, которая постоянно вас подпитывает. И женская энергия может быть, как активация внутри вашего инь-янь, ну, как бы, этот самый посыл вашего высшего я, для женщины это явно ваше высшее я, да, которое с вами, может быть, ещё, смотрите, вас тут дополняли неким аспектом, ну, как бы, вашей же энергии, поэтому вы можете быть, вот тут уж тогда особенно должен быть процесс отдыха, потому что вот эта аккумуляция внутри соединения, вот этих аспектов, они могут немножечко, не то что разбалансировку физическую, физическую, ну, как бы, личность, приспосабливаемость должна быть, и на это время выделяется, ну, как бы, можно сказать, конкретный, неконкретный, но отрезок времени, вот. Так, поехали дальше. Что, что я открыла? Я открыла шестёрочку, я открыла два воина, два воина в одном направлении, на одной лошади у нас идёт, что вам нужно взять в будущее? Это, смотрите, это аркан влюблённых, но здесь вообще ни о каком выборе даже не идёт, здесь одна лошадь, вот это, что я только что проговорила, в принципе, одно высшее я может говорить об аспектировании, когда дополнение идёт и, может быть, о соединении, о соединении, о соединении, ну, как бы, этого мужского-женского, ну, то есть два воина на одной лошади в одном направлении. Вам надо, что вам взять в будущее? Понимание целостности. Конкретно, ответ — понимание целостности. Или понимание, сейчас, мне должно быть рассоединение. Да, здесь единица мечей, здесь как осознание, здесь как воин готов к битве, воин готов, который выходит и, ну, как бы, блещет своим сознанием, своим сознанием, своим осознанием, здесь упрочненная, упрочненная энергия. Может быть, идея, истина какого-то нового, опять же, рассказывая по энергиям, вы уже приспосабливаете к вашей ситуации, если резонирует, потому что вы могли слушать по идее, когда вы вышли, к примеру, ну, я не знаю, потому что хотели какое-то дело сделать, и у вас вот такая ситуация, ну, я не знаю, бизнес открыть или ещё что-то. Можно это тоже, как бы, рассмотреть на более приземлённом, ну, как бы, перевести на более такие земные материальные нужды. Можно о любви, о любви, тем более нам подсказали. Тут и тут новое движение, новый поход этого туз, туз пентаклей, туз камней. человек, который отправляется в путь, в принципе, он уже имеет, он уже имеет, это есть уже в ваших пространствах, но пока человек это пока не осознаёт, и ему надо пройти некоторый путь для того, чтобы понять, что у него, вот, есть, никуда не девалось, это есть. Вот, как-то так. Может быть, знание, может, ваша любовь от вас никуда не девалась, любовь к тканям вселенной. Ну, то есть, как-то так. Может быть, какая-то, вот это ощущение, что вы действительно не одни, у вас есть, ну, как бы, ну, назовём это ваша половинка. Ну, как бы, вот, вот такая идея. Борец за такую, вы не один сражаетесь. Что зовёт вас вперёд? Смотрите, а это, как бы, опять перекликается, потому что это человек, который пока блуждает в лесу, но есть, вот, это как эхо. Вы зовёте вас, ну, как бы, оно отзывается, отзывается, вы постоянно что-то слышите, что вас куда-то зовёт, 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 но вы теряетесь, потому что оно везде, вы не знаете, в каком направлении, в принципе, ну, как бы, вам идти. И одна сложность, сложность, что перекричать эхо просто невозможно, как бы вы ни старались. И вот дело в том, что опять карта подтверждает, да, у вас есть тут и сумка, у вас есть копьё, которое, в принципе, вы носите с собой, у вас есть, у вас есть вот это внутреннее положение, которое вам надо взять, его вам надо осознать. Вы ищите это вовне, вы ищите это в разных направлениях. Куда бы вы ни орали, о чём бы вы ни орали, вам постоянно идёт отклик, отклик от всего, ну, то есть одно направление, к примеру, к одному человеку, к другому, к третьему, к десятому, и всё вроде, всё откликается, откликается, это просто эхо. И вы теряетесь, вы принимаете, а может это правда, а может это правда, а может вот это правда. Там хочется сказать, блин, ну где же это такое? У вас в руках, в вашей, ну, как бы внутренней сущности, в таком положении, вам надо просто тихонечко успокоиться, сесть и, ну, как бы сосредоточиться на своём внутреннем положении. Всё, не орать, грубо говоря, перестаньте орать. Вот перестаньте орать и начните просто тихонечко слушать. Фух. Так. Как сделать следующий шаг? Здесь отпускание, а сейчас. Здесь у нас леди копий. принять происходящее, поймите, как вам сделать следующий шаг? Принять происходящее, как бы пройти трансформацию, войти в некую тишину, в спокойствие, понять, что у вас есть путь, у вас он открыт, у вас есть или пара, или предложение, ну, то есть у вас есть. Вот о чём бы там, в каких бы поисках вы ни были, у вас это есть. Даже, как бы, видимость, вам кажется, что её нету. А вы, творец, у вас есть. И просто отпустить ситуацию, дать возможность на, ну, как бы, на возобновление, на новый ход, на новую жизнь, на воскресенье. Такой, чего это я? Ну, что, смотрите, это, в принципе, карта работы и обучения. Это итог. По итогу вы получаете, именно, смотрите, это человек, который, к примеру, прошёл обучение, если у него на работе, это у него хорошее положение, достаток, он ценен своими знаниями, умениями, он умеет этим всем, ну, как бы, он умеет работать, при том, у него есть ещё, не то, что наставники, а наставники вдоль его дороги стоят, как-то так. это люди, с которыми он готов делиться. То есть, у вас будет ещё момент, не то, что даже момент, а жизненная ситуация, когда вашими трудами, ну, как бы, вы сможете делиться, вы сможете питать пространство, строить на этом пространстве. То есть, очень хорошая карта. И, причём, эта карта, ну, как бы, да, повседневного труда, то есть, когда вы заняты работой, делами, становлением, каждый раз всё лучше, 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 потому что у человека много книг, много знаний, и это всё, как бы, воплощается в материальном уровне. Вот, как-то так. По этому варианту. Давайте всё-таки уточним, а если это вопрос... Нет, ну, это, это человек, куда вышел, в принципе, он дойдёт с этим, через препятствия, это его путь, его помощь на этом пути, и помощь, как одна, как и физическая, тут будут друзья, соавторы, или ещё как-то, то есть, физические контакты люди, так и божественное направление. и... беда. Он должен это выполнить, девятка сосудов. Вы знаете, тут как бы немножечко, даже можно сказать, отложен эмоциональный уровень, ну, как-то здесь есть по эмоции, по любви, если брать вот так, девятка сосудов, здесь есть этот, ну, как бы замок, эта дорога, этот человек стоит уже на дороге, как будто бы, тут как-то непонятно, карта вышла, тоже как бы перевёрнуто, и есть ощущение, у него уже есть эта дорога, может он идёт в замок, или возвращает, ну, как бы, выходит на новую дорогу, то есть, это как бы движение, не то, что выбора, это не выбор, как бы войти, не войти, это движение рабочего процесса, вы можете входить, выходить, наполняться, отдыхать, то есть, это, в принципе, рабочий процесс по тому вопросу, зачем человек вообще вышел в этот путь, возможно, в это воплощение, вот как-то так, может быть, тут такая сложная, тоже есть некая комбинация, поэтому я её всё-таки скажу, смотрите, тут выбора как такового нет, в этой карте, потому что здесь есть двое, два седока на одной лошади, но, смотрите, если брать вообще по карте выбора, тогда выбор лично за этим человеком, за этой душой, может быть, именно выбор этой души пройти, может быть, опять говорю, это как сноска, понимаете, сноска просто, пройти в неком одиночестве, некое воплощение, дабы ему, человеку, ничего не мешало, к примеру, воплощать какую-то работу, или делать свою работу, или, ну, как бы распространять свои знания, тоже может пройти, но говорю, это как некая сноска, потому что может быть здесь, и какая как процесс перетрансформации, и здесь может быть очень большая помощь, вашего, ну, как бы, в вашей, другой, назовем, половинке, которая выше я, осталась в, и помогает вам с другого пространства, но ощущение и понимание соединения у этого человека будет присуще всегда, и он будет на это опираться, и будет спокойненько себе работать в этом направлении, то есть его, как бы, не тревожит, не дергает, какие-то любовные вопросы, эмоциональные, этот человек в полном спокойствии, надеюсь, вы поняли, я сказала, это как сноска, то есть может быть по этому варианту, когда человек сознательно выбрал на определенном уровне, уйти в одиночестве, и вести, ну, как бы жизненные процессы именно так, так, поехали, третий вариант, третий вариант, и так, вы на этом пути, в начале встречи, что нужно оставить позади, ваше нынешнее положение, так, стоп, нынешняя проблема, так, что вам нужно взять в будущее, что зовет вас вперед, как сделать следующий шаг, ну, и итог, дно колоды показывает, хорошее материальное положение, подспорье, такое, фундамент, или, очень хороший, ну, как бы вообще, или материалиста, может быть так, давайте посмотрим, ну, или вопрос, ситуация, которая касается материального уровня, это как бизнес, работа, становление, деньги, документы, ну, все, вот, дом, зона комфорта, зона быта, все может быть в этом направлении, так, десятка копий, здесь некое окончание, когда, в принципе, человек реализовал какой-то проект, скорее всего, смотрите, вы в начале путешествия, тут может быть переходная стадия, когда вы реально, ну, как бы закончили некое путешествие, дабы, подкопили денег, к примеру, или сделали, вот, хотите открыть что-то новое, войти в что-то, ну, ну, вот, тут может быть такой процесс, давайте смазать, или еще, встреча на пути, боже ж ты мой, а тут не пере, вы тут какая-то, слишком коммуникабельная личность, тут очень много встреч, просто, просто не счесть, разговоры, переговоры, мероприятия, общественная деятельность, тут может быть человека, который очень много, очень много, просто людей знают, как-то так, что нужно оставить позади, в принципе, в принципе, тут реально, смотрите, тут у вас был какой-то отрезок времени, или ситуация, очень сложная, убийственно сложная, когда вы потеряли всю свою силу, прям всю, в принципе, вы были на грани выживания, почему я говорю были, потому что, сейчас у вас уже происходит тот процесс, когда подоспела помощь, помощь может быть в виде физического, ну, как бы уровня человека, также может и быть какая-то духовная, или направляющая, когда свыше направляют к вам определенного человека, дабы он помог вам советом, или даже физически, ну, что-то тут реально, что-то может быть у вас в преддверии, открытия новых дверей, ну, как-то так, потому что всю болезненную ситуацию, всю боль, все страдания, предательство, что там у вас было еще, борьба какая-то, странные отношения, болезненные отношения, вот просто все надо выбросить, чуть ли не из своей памяти, оставить как этот самый, наверное, не напоминание, а как опыт, и пойти как бы дальше, ну, давайте посмотрим, что сейчас, да, это новое направление у вас, и вас ведут, вас ведут, к вам приведут, если вы пока еще не ощущаете, то, скорее всего, вы в процессе, и тут прям ангел, который вот, ширяет, так сказать, над вами, дает вам направление, куда двигаться, вот прям шаг за шажочком, шаг за шажочком, каждый шаг вас оберегает, боже ж ты мой, ваша нынешняя проблема, работа, скорее всего, здесь Богородица, здесь Леди Камней, но это молодая Богородица, которая за ткацким станком, делает свою работу, трудится, очень сильно, ну, как бы, очень много тяжелой работы, в принципе, и ваша проблема может быть именно по работе, материальный уровень, о чем было, и вот это, как вначале сказала, тоже может быть связано с физическим трудом, с местом работы, с деньгами, с финансами, и все тому подобное, но смотрите опять, идет благословение сверху, как бы, вот этого луча, это определенный, ну, как бы, отрезок времени, который вам надо прожить, ну, сейчас вот, вы находитесь в этом состоянии, в этом процессе, может быть прямая работа, как бы, а может быть, некие ограничения по работе, ну, смотрите, кто-то вообще ищет работу, вы все-таки, вас приведут к хорошей работе, к новому, может быть, или еще как-то, кто-то тяжело работает на работе, потому что надо, из последних сил, ну, как бы, тоже дает, вам дают, как бы, вливание такое, поддерживают вас выше, чтобы вы не загнулись, так сказать, от усталости, тоже может быть, но проблема по работе, так, колода перевернула, но здесь столько, карт сейчас, а смотрите, здесь переворачивается, вот эта карта, что нам указывает на встречи по пути, и вы тут избавляетесь, тут процесс закрытия идет, как бы, подведение итогов, потому что, во-первых, вы должны открыть некие духовные истины, выйти из более материального уровня на вот превращение, понимаете, алхимическое превращение и нахождение истины, ну, как бы, не только духовной истины, нахождение духовной истины и закрытие этих вопросов, посмотрите, вот здесь эта карта, и вот здесь она тоже, как бы, светит, я надеюсь, что я там попала, и там видно было, вот, поэтому, тут, скорее всего, некие ограничения, физического уровня, они связаны, ну, как бы, с вопросом труда, это ваша, ну, в той или иной мере, ваша проблема, или вы на износ просто работаете, опять же, на определенном, как бы, этом отрезке вашего жизненного времени, цикла, ну, а у кого-то может быть, напрямую стоять вопрос самой работы, поиском, поиском того, что обеспечит вас жизни, ну, как бы, жизненный уровень, хотя четверка, она говорит, что, ну, потрепала вас, потрепала, ну, как бы, или какая-то все-таки подушечка есть, или хотя бы какие-то закрома, чего-то там по сусекам должно быть, как-то так, ну, или защищенный какой-то уровень, на котором вас держат, чтобы вы не упали, как бы, ниже, ну, вот, чтобы не совсем уж выйти из строя, так, смотрим, что дальше у нас, что вам нужно взять в будущее, это ощущение того, что вы, ну, как бы, ощущение наполненности и вашей некой правды жизни, эмоционального уровня, веры в то, что все будет, именно духовное сознание, духовная вера в то, что есть что-то более, ну, как бы, есть что-то выше, чем просто материальный уровень, вот, здесь такое указание, как бы, посмотри вверх, посмотри, осознай душу, пойми это, вот, даже когда вы будете ощущать себя, как, знаете, ну, чужой среди своих, как белой вороной, или еще как-то так, вам все равно надо опираться именно на вашу духовную, вот, вот, внутри ощущения, которые открылись на вашу чашу, Грааля, на вашу душу, так, двойка, это поиски, это движение, это дасть, смотрите, вокруг вас может быть непроходимая стена дождя, это как плохая погода, так же, и некая ситуация этого, как его, жизненное пространство, то есть люди вокруг, информация, еще, вот, как, как, это, серая пелена, как задымленное пространство, как извращенное, как испохабленная, какая-то информация, ну, то есть, когда человек вообще идет и прощупывает, вот, дороги не видно, он просто прощупывает неким, как посохом свою дорогу, но вам ни в коем случае нельзя оставаться на месте, в принципе, надо помнить всегда, потому что здесь есть копье, в принципе, жезлы, которые, как жизненная энергия, висит в воздухе, вы должны об этом помнить, а вы можете об этом, ну, как бы забывать, вот, постоянно помнить о духовном, и, потому что оно вам дает направление, оно вам как рассекает некую, как, ну, пробивает брешь, вот в этой сутильной стене, как это, ну, как бы в этой целой, в непроглядной тьме, как-то у меня уже, так, ладно, поехали дальше, боже, что моя, чего такие сложности здесь, слушайте, сделать следующий шаг, здесь реально вы будете вокруг вас, вокруг вас, тут будет проблема в пространстве, вам надо держать, четко держать, ваше видение, душу, направление, как бы вам сложно не было, потому что тут пространство будут, ну, как бы сотрясаться, главное не пугаться, главное верить в вашу истину, главное понимать, что это окончание пути, тут некий материализм просто изживает, некая стадия неодухотворенного материализма, темных каких-то энергий, сложных, они, темной информации, забитых каких-то информационных уровней, грязных уровней, назовем это так, они будут просто шаблонных каких-то уровней, что еще там, они просто будут разбиваться, разрываться и выходить на чистоту души. Главное держать, вам понимать, знать, понимать, что это ваш, как бы, ну, вот, смотрите, это ваша, а знаете, эта карта может говорить о том, что, да, у вас хорошее сознание, чистое сознание, поэтому ваш материальный уровень, вы можете получить защиту при этом всем, при вот некой встряске, поэтому, поэтому вам не надо впадать ни в какие паники, вот, если вдруг, не надо пугаться, паника и тому подобное, держать свой свет, держать свой свет. Ну, что, во-первых, это шестерка мечей, по итогу, вы находите выход из любых тяжелых, воинствующих ситуаций, это раз, а во-вторых, если у вас была ситуация такова, что вас обокрали, обобрали, и это не только в прямом, а не столько в прямом, а в переносном смысле, может быть, даже где-то в метафорическом, вам навязывали какие-то идеи, какое-то видение, вот это затумяненное сознание, или на вас хотели навести какого-то, знаете, навести туману, оморочки, еще как-то, тут может быть уже ого-го чего, ну, смотрите в отношении энергии, вы, во-первых, находите выход, а во-вторых, вы еще и находите того, ну, как бы, ну, может быть, человека, или какое-то сознание, которое вот так вмешивалось, то есть, вы находите того, кто это сделал, к примеру, да еще и умудряетесь забрать все то, что вам принадлежало, у вас сложности, да, сложности в уху-картах, как бы, да, подтверждается, но, видите, она вышла в перевернутом виде, а теперь вы выйдете, вот, по итогу вы выйдете на, у вас помощь будет, вы выйдете на эту, как бы, правильную дорогу, и вы все-таки пройдете эти испытания, и заберете все то, что, как бы, неправедным, нечестным, как бы, образом, ну, как бы, изъяли, забрали, повредили, вы это все, как бы, выживете, вы восстановитесь, почиститесь, помоетесь, еще как-то, тем более, у вас есть тут ситуация, когда, тут помощь, 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 два рыцаря храма, ну, на одной лошади, в одном направлении, это, как божественная помощь, так же и союзники, тут у вас некие союзники, которые, ну, как бы, помогут вам все-таки выйти из, ну, как бы, этого сложного процесса, тут или реально дорога, вот, как бы, закрывали дорогу, просто закрывали вам дорогу, или даже с самим транспортом, или средством передвижения, что-то такое, какой-то вопрос, или сам путь, который хотели поменять вам, ну, как-то так, тут более такой обширный, как бы, так что, смотрите, ну, естественно, подключайте к материальному уровню, гностический Христос, выход на чистое знание, и, как бы, отречение от каких-то догм, может быть, или восприятия, или то, что вам навязывали, или то, к чему вы привыкли, или какие-то, ну, говорю, заморочки, или еще что-то в этом направлении, все, я надеюсь, вы поняли, мы справились, ну, что, спасибо вам, что вы были со мной, как всегда, заходите на другие мои каналы, вас благодарю за поддержку, за лайки, за донаты, ух, подписывайтесь, кто у меня впервые, ну, и до новых встреч, как всегда, я вас люблю, ваша Александра, пока-пока, пока-пока,